Всем привет, ребят, я Букреев. Вам понравилась распаковка бич-пакетов, где мы их тестили, хотя я там натупил много, но вы поставили лайки, поддержали меня. Поэтому сегодня я закупил бич-пакеты для ппшек, для людей, которые думают, что они правильно питаются, когда едят, типа, кашку с пакетика, да? Ну, это ж, типа, как бы не мивийно, но на самом деле там просто овсянка с кучей сахара и, там, минимум фруктов. Ну, ладно, суть не в этом. Традиционно я поехал в Ашана, ТБ, Новус, Сильпо, короче, во все магазины, которые только есть в Киеве, и закупил вот эти настоящие бич-овсянка пакеты. Сегодня у нас слепого теста не будет, потому что они с разными все наполнителями, да, то есть что-то с вишней, что-то с лесными ягодами, что-то с яблоком. Сразу по аромату это все дело пойму, и пойму, что есть какой кашей, нет смысла делать слепой тест. И еще вы будете видеть цену каждой кашки на экране, а я эту цену знать не буду. То есть при оценке той или иной кашки я буду полагаться только на свои личные вкусовые ощущения. И ребята, которые мне пишут, ты не повар, ты там мешаришь еде во вкусах, да идите вы нахрен. Я просто человек, который пробует кашки и рассказывает, какая кашка вкуснее. Это же тот контент, которого мы все заслужили. И в следующий раз, когда вы пойдете в магазин, вы будете знать, какую кашку с большей вероятностью стоит купить. А то представьте, вам нужно перепробовать все эти каши, чтобы понять. И последнее, прежде чем мы начнем, огромная просьба, если вам нравятся такие тесты продуктов, поддержите это видео лайком. Давайте вместе наберем 5000 лайков на этом видео, я буду этому очень рад. И обязательно пишите в комментариях, какие продукты мне еще сравнить, да, что там за тестить. Может быть, шпроты разные закупить, может быть, зеленый горошек разный закупить, попробовать. Потому что каждый раз приходишь в магазин и хер его, какие, блин, шпроты нахрен брать. Давайте быстро посмотрим, что за кашки я купил. Кашка овсянушка, ну, ребят, это, наверное, классика с вишней. И, конечно, со сливками. Дальше идет кашка эко с яблочком, да, и сливок здесь, походу, не подвезли. Вот по упаковке, мне кажется, что вот эта АХА, АХА, не знаю, как правильно, самая дорогая, потому что такая упаковочка реально приятная. Со сливками и лесными ягодами. Ошановская кашка с сахаром и персиком. Ваша каша с журавлыной, ребята, ну, честно, ваша каша никогда не слыхал. Своя линия, это АТБ кашка. АТБ это дешевый магазин в Украине. Каша овсяная с молоком и клубникой. И кашка премия, это из сельпо с клубничкой. Ну, ребят, будем готовить. Собрал нахрен все пиалочки, которые только есть дома. Смотрите, да, они все разного объема. Я поставлю кухонные весы и налью везде здесь 100 миллилитров воды, да, там 100, 110. Ну, везде мы нальем по 100, чтобы честно как бы это все дело оценить. Погнали. Вот такая красота у нас получилась. Хочу начать с первоначальной оценки внешнего вида, да. Здесь уже все в порядке как бы расставлено, как я считаю. Потому что, смотрите, акса, кашка, здесь прям цельные как будто ягодки. И видно действительно сухое молоко или сливки. Здесь же в овсянушке тоже так. И мелкодисперсные пластивцы, как это правильно сказать. Короче, овсяночка такая меленькая. Ну, допустим, это мои предпочтения. Мне такая нравится больше. Она такая будет более разваристая, мне кажется. Дальше. Здесь тоже есть кусочки всяких фруктов. Но более крупная овсяночка. Это уже ваша ложка, чейкак. Ваша каша называется. Так, вот здесь АТБшное и сельпо. Я думаю, что поменяем их местами. Потому что здесь кусочков как-то побольше. Вот серьезно, в каше премия сельпо кусочков побольше. А у своей линии действительно поменьше. Потом очень странная большая ложка вот этой каши. Потому что она очень прям слишком мелкая-мелкая. Ну и кашка Ашан. Я здесь кроме просто крупных таких пластивцев ничего, короче, не вижу. От 1 до 10 расставляю оценки. Сейчас вы это увидите в таблице. Заливаю это все кипяточком. И будем пробовать. Я очень серьезно подхожу к видео. Поэтому, ребята, ребята, все наливаю по весам. Так, 100, ну, 1 миллилитр, 1 грамм примерно. Так что не надо мне там писать. Посмотрите в интернетах. То есть мы вот так вот делаем. И каждую кашку будем именно так заливать. Нам Полина поможет. Потому что, видите, у меня одна рука свободна в этот момент. То есть 103, ну, плюс-минус. Отставляем. И так сейчас сделаем с каждой. Так, теперь нужно время, пока все заваривается. Ребят, пожалуйста, не пишите мне, что одно остынет, пока я это буду пробовать. Все это 10-15 минут происходит. И я же, опять же, по очереди заливаю. Короче, в принципе, все мои оценки пока подтверждаются. Потому что реально здесь много фруктов. Ну, короче, все норм. Кстати, Полина мне сказала, что для желудка лучше, когда вот такая крупная, типа, овсянка. Не знаю, я не знаю, ребята. Вот такие дела. Ну, а шановская реально пока самая стрёмная. Сейчас все заварится и будем пробовать. Все кашки заварились, ребят. И я хочу вам сказать, они капец какие разные. Они реально все разные. И по консистенции, по внеш... Блин. Будет очень интересный тест. И я думаю, чтобы не путаться, начнем как раз с первой кашки. Вот эта, которая аха. Сразу хочу подметить, что здесь нет ядерного аромата. Я заливал другие каши. Здесь, кстати, в общем, аромат приятный стоит в комнате. Но каждую можно понюхать отдельно. Ядерного аромата здесь нет. Я беру ложечку там, где много ягод. Вот смотрите, я вам показываю. То есть здесь ягод реально достаточно много. То есть практически каждая ложка каши будет с ягодами. Так, и пробую. Она не приторно-сладкая. Но она сладкая. Здесь явно есть сахар. Здесь также присутствует вот такой слегка молочный вкус. То есть здесь были сливки там или сухое молоко. Вот эти ягодки маленькие, которые попадаются, они реально дают кислинку. Это хорошо. Так, мне реально пока понравилось. Для каши из пакетика это восьмерочка. То есть в Аксе мы ставим восьмерочку. И комментарии оставляем то, что она не приторная, не сладкая. То есть нет супер заряженного яркого вкуса. И для меня, например, это плюс. Потому что когда ты ешь овсяночку, да, ты ж типа ПП, правильное питание. Утром ты не хочешь чувствовать, как будто ты ешь конфетку там дюше с какой-то. Мне нравится, что она не сильно яркого запаха и вкуса. Так, следующая кашка это моментальная овсянушка. Ребят, здесь консистенция вообще другая. То есть здесь у нас совершенно реально другая консистенция. Хотя я, опять же, воду наливал, все как написано. Прям вот такая каша-каша. Опять же, здесь, конечно, на любителя, но мне нравится более жиденькое, как супчик. Здесь тоже есть какие-то кусочки фруктов. То есть вот вы это все видите. Но суховато уже, как мне кажется. Аромат, кстати, здесь более даже слабый, чем в Аксе. Да, то есть вообще я не чувствую аромата никакого запаха. Короче, пробую. Так сложно даже понять с первой ложки. Ну, такую кашку, знаете, сложнее есть за счет консистенции для меня. Она вот какая-то более, более безвкусная, честно. Вот она просто сладкая, но вот какого-то вкуса нет. Я чувствую как бы овсянка и сладость. Там все-таки ягодки, вот эти кисленькие, они как-то больше раскрывали вкус и больше молочный акцент чувствовался. С учетом консистенции я вот этой овсянушке ставлю шестерочку. Что-то не дотянуло бич-бич-кашка наша. Следующая ваша каша с журавлиной. Здесь она достаточно крупная такой, крупно-дисперстная. И вот здесь, ребят, консистенция что-то между, да. То есть она жидкая, я не могу перевернуть, да. Просто она обвалится. Просто достаточно много журавлыны, то есть она попадается. Прям есть такой даже молочный оттеночек у юшечки. То есть здесь присутствуют тоже сливки. Вот консистенция приятная. Не такой супчик прям, и вот, ну как бы хорошо. Визуально очень даже хорошо. Мне кажется, такую консистенцию будет приятно кушать. Давайте я попробую. Вот мне понравилось, что сами хлопья как бы жуются, да. То есть они разбухли. Они, конечно, мягкие, но их нужно чуть-чуть пожевать. Да, мне интересно, здесь есть ли ароматизатор. Потому что вот вкуса нет. Вкуса я как бы не почувствовал, а ароматизатор почувствовал. Ребят, только что я вам затирал про какую-то молочность, да. Про какую-то молочность. Там здесь нет ни сливок. Здесь нет молока. В отличие от овсянушки, да, в которой якобы есть, но, блин, нет. Овсянушка явно хуже, потому что без молока, без сливок и аромат, и вкус как-то раскрывается больше. Плюс есть кислинка от вот этой самой журавлыны. То есть вот эта каша для меня поприятнее. Я тогда ставлю ей семерочку, потому что Акси было намного побольше фруктов. Но с учетом того, что здесь нету сливок, вкусненько, реально вкусненько. Плюс чувствуется вот такой ненавязчивый легкий аромат, да. Вот когда ты ешь, ты, естественно, дышишь, и чувствуется реально приятный оттенок каких-то ягодок. Идем дальше. Эпичная битва АТБ против Сильпо. Ну, давайте я своя линия АТБшную кашку попробую первой. Так, ребят, оцениваем консистенцию как супчик, да, то есть чуть-чуть более жиже, чем прошлое. Ну, примерно как Акса. Здесь есть кусочки фруктов, они попадаются. Визуально нормально все. Но ягодок, фруктиков хотелось бы побольше. То есть здесь какие-то пару кусочков плавают. Вот, я вот, грубо говоря, сейчас раз и практически все собрал. Все, что здесь было из фруктов. Здесь у нас тоже есть сухое молоко. Давайте возьмем. Ммм, такая сладкая. Но мне не нравится. Потому что фрук... Вот я только что взял ложку. Я никакой кислинки ничего не почувствовал. Тоже вот почувствовал аромат. А есть ли здесь ароматизатор? А вот здесь ароматизатор есть. И вот он прям... Вот представьте, в той каше его не было и чувствовался аромат. А здесь вот, вот этот вот искусственная хрень, которая как будто ты ешь конфетку. И она вот, ну, сразу вот почувствовалась. Что меня та каша удивила, что не было ароматизатора. А вот здесь он есть. И как бы да. Но мне не нравится, честно. Вот я беру, где есть типа фрукточки какие-то кусочки, кусочки. Ммм, деду надо кусочки, да, ребят? Я... Мне вообще не понравилось, ребят. АТБшной каше ставлю четверку. Ну, потому что она сладкая и ароматная за счет ароматизатора, который... Она чувствуется, что это искусственный аромат. Вот серьезно. Ну, ну, нафиг. Ну, серьезно. Она не очень вкусная. Плюс в этой каше довольно мало ягодок. Никакой кислинки. Ничего ты этого не ощущаешь. Это, ну, реально вот четверочка. Так, теперь попробуем кашку премию с клубникой. Оцениваем консистенцию, ребят. Ну, это и не супчик, и не жесткая. То есть, ну, что-то среднее. Когда мы видели ее сухой, помните, было много красненького. Ну, в принципе, здесь есть, но стало проглядываться меньше. Ну, визуально как бы здесь все окей. Так, никакого излишнего аромата я не чувствую жесткого. Давайте попробую. Вот я вам хочу сказать честно, я кусочков вообще не чувствую. Я тоже чувствую какой-то далекий-далекий фруктовый оттенок. То есть, все-таки кусочки клубнички дали что-то, но ты их на зуб вообще не чувствуешь. То есть, никакой кислинки нет. Оттенок какого-то там где-то непонятно аромата. Но в составе здесь, естественно, нет ароматизатора. Это вот реально чувствуется. Здесь есть тоже молочная там сыворотка или, ну, короче, неважно. Молочная сухая сыворотка. Вот эти кусочки, они где-то растворились. Кусочков нет. Вот серьезно. Смотрите, от АБшной я поставил четверку, да. Этой как бы можно чуть-чуть больше, да. Чуть-чуть она лучше. Но нет, до пятерки она не дотягивает. Этой каше тоже ставлю четверку. Ну, она, она просто невкусная. Я чувствую кашу и сахар. Следующая овсяная каша большая ложка с яблоками. Так, ребят. Смотрим, что у нас здесь по консистенции. В принципе, она была очень мелкодисперсная. И здесь это чувствуется, это видно, да. То есть она превратилась в такую массу. Здесь жевать будет, ну, как бы нечего. Ну, мне на самом деле, как бы норм, да. По моему мнению. А там уже просто это кто как любит. Кусочков я здесь не вижу вообще никаких. Но яблоко, в принципе, по цвету может на вот эту жжабу быть похожим. На этой каше прямо на упаковке написано с ароматом сливок, да. То есть, ну, давайте я попробую ложечку. Ого! Это самого яркого вкуса каша. Она очень сладкая. Она очень сладкая. Мне кажется, она прям приторная. И тут прям, может быть, корица есть даже какая-то. Но мне кажется, что здесь ароматизатор какой-то 100%. Давайте посмотрим. Короче, ребят, что-то здесь состав самый какой-то огромный. То есть, если даже ВТБшный ароматизатор, сахар. Может быть, просто его написали так раскрыто. Но там везде ароматизатор, сахар, овсянка. Ну, и кусочки, может быть. Здесь же овсяные хлопья, сахар белый. Заменитель сливок, глюкозный сироп. Потом гидронизированный растительный жир. Потом молочный белок, стерилизатор Е-42 и Е-500. Следующая, еще добавка, препятствующая слеживанию и комкованию. Почему-то через запятую, может быть, это объяснение этих ешек. Диоксид кремния. Пришел яблоки 2%, лимонная кислота, соль и ароматизатор пищевой, сливки и яблоко. Песец просто. Вот она самого ядреного вкуса. Вот ты реально берешь ложку, ты ешь вот такой реально концентрат. Вот серьезно, да? Если ты ппшка, ешь такую кашку, ну блин. Она очень сладкая. И она очень насыщенного вот этого конфетного вкуса. Честно, гадкая. Я вообще ставлю в натуре ей единицу. Вот серьезно. Я такую кашу не купил бы, ну реально невкусно, сладко, слишком ароматно. Ну не должна быть овсяночка. Утренняя, здоровая пища. Вот такой. Не, единица реально. Самая ядренная. Осталась последняя кашка овсяная Ашан, да? С сахаром и персиком, да? Как бы, ну типа все норм. Давайте покажу, что тут получилось. Я просто, когда ее заваривал, я здесь и намека ни на какие кусочки не увидел, да? Смотрите, просто крупная овсяночка, она мягкая, да? Но достаточно крупная. Просто было... Во! Во-во-во-во-во! Я нашел, ребят, смотрите. Вот, вот. То есть здесь парочка таких кусочек. Ну их очень мало, реально. То есть, ну их очень мало. Я не знаю, как мне это все попробовать. Так, я сейчас... Вот, я прям возьму эти два персика. То есть, ну, почувствовать максимальный вкус Ашановской кашки и... Ну, знаете, мне только что этот персик попался на зуб. Она, кстати, не сильно сладючая. Что здесь в составе? Вот смотрите, да? Состав. Вы только что видели кашку в составе. Здесь у нас овсяночка, сахар белый, кусочки сушеного персика и соль, да? Силь. Все. То есть, и она не ядреная, она нежная. Честно, персик этот не дает ни кислоты, ничего, ни аромата. Вот я ем, ну, я ничего вообще не чувствую. Просто слегка сладенькая овсяночка. Просто, чтобы она лучше залазила, наверное, сахар здесь добавлен. Она не мерзкая. Она обычная, она нормально разбухла. Короче, я ставлю трояк. Вот, поставлю трояк, да? Потому что, ну, даже намека ни на что. Нет, просто овсянка. Вот просто возьмите овсянку, чуть с сахарком присыпьте, будет то же самое. Вот эти кусочки, они ничего не дают. Какой смысл их, в принципе, добавлять? Ни аромата, ни ничего, просто нет. На самом деле, вот этот тест для меня был веселее, интереснее. Потому что, реально, все каши были такими разнообразными. Вот, серьезно. Если я пробовал вот эту самую-самую бичевую лапшу, которая чисто пакет, я не чувствовал разницы. Она была практически вся одинаковая. Вот, серьезно. А овсянка действительно разная. И результаты этого мы видим отражение в таблице. Я сейчас немножечко прокомментирую, ставим оценки. То есть, первое место, это у нас Акса, да, где действительно кусочки, где действительно молочко, сладость 16 баллов. Второе место у нас кашка Овсянушка. У нее 13 баллов, но сейчас я бы даже ей, может быть, еще понизил. Ну, пусть будет так. Вот, мое первое впечатление, пусть с таким и остается. Следующая кашка, ваша каша, 12 баллов получила. Она была без сливок, ароматная, но достаточно вкусная. Вот, действительно. Кашка из Сильпо премия получает у нас 9 баллов. АТБшная кашка 8 баллов. Самая голимая каша, вот эта вот большая ложка, просто эссенция. Вот, серьезно, разбавленная в овсянке эссенция. Вообще полная дичь, 4 балла. Кстати, что я ее назвал, надо было ее в конце назвать. Ну, и чуть-чуть лучше, это Ашановская кашка, 5 баллов. Ну, ее реально приятнее есть, вот честно. В принципе, друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Пишите в комментариях, какие продукты еще затестить, сделать обзор, сравнение. Я, кстати, хочу сделать теперь обзор именно крутых бич-пакетов, да. То есть, бизнес-бич-пакет, такой бизнес-ланч целый, где разные соусы там есть. Как вы думаете, будет ли это вам интересно? На сегодня я с вами прощаюсь, но советую и рекомендую прямо сейчас посмотреть вот эти видео. Это тоже тесты, обзоры еды. Они очень интересные. Я думаю, что они вам понравятся. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...